Доброй ночи, события дня на БТБ. В Киев прибудет представитель России для переговоров о мирном урегулировании ситуации на востоке Украины. Консультации начнутся уже в это воскресенье. Об этом заявил новоизбранный президентом Украины Петр Порошенко по итогам визита во Францию, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам Порошенко, политики договорились о ряде шагов по прекращению кровопролития. В частности, официальный Киев ждет отмены решения Совета Федерации об использовании вооруженных сил России на территорию Украины. Также обе страны планируют совместно закрыть границы на участках, где идут боевые столкновения и проникают диверсанты. Украина также ожидает заявления о признании результатов президентских выборов. Петр Порошенко отметил, что все вопросы шли непросто, в том числе и вопрос Крыма. Однако Украина будет добиваться тех целей, которые поставила перед собой. В свою очередь, президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами, потребовал от Киева немедленно прекратить карательную операцию на юго-востоке Украины, называя это главным условием для начала мирного урегулирования. Он также отрицает российское участие в событиях на востоке Украины, несмотря на присутствие россиян среди террористов. И пока политики разговаривают, украинские военные борются с террористами. Антитеррористическая операция вошла в активную фазу. Еще в четверг военные окружили Славянск и стянули к городу тяжелое вооружение. Сейчас начали активную зачистку города от боевиков. Как сообщили нам Минобороны, танки в операции используют только как прикрытие блокпостов, расположенных на подходах к городу. Ранее глава МВД Украина Арсен Аваков заявил, что в районе Славянска начали активную наступательную фазу АТО. Он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к позициям сепаратистов. Один правоохранитель погиб, двое ранены в результате минометного обстрела блокпоста нацгвардии Славянске. Об этом сообщает МВД Украины. Боевики вели огонь из минометной установки с территории местной церкви. Над Славянском террористы сбили самолет вооруженных сил Ан-26. Пилоты сделали все возможное, чтобы отвезти машину от жилых кварталов. Он упал в полях в районе Святогорска. Экипаж в последний момент покинул борт, о судьбе летчиков пока ничего не известно. Ведутся поисковые работы. Видео подбитого Анна уже разместили в интернете. Как сообщил спикер АТО, Владислав Селезнев, самолет доставлял гуманитарную помощь. Разведка зафиксировала два выстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса с одного из блокпостов боевиков в Славянске. Во время боя возле пункта пропуска Мариновка Российская Федерация поднимала свою авиацию. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью Виктор Чумак. Напомню, накануне была предотвращена попытка террористов на БТР и грузовиках прорваться через государственную границу из России в Украину. Во время боя на пункте пропуска Мариновка уничтожены 15 террористов, автомобиль «Урал», 2 КамАЗа и БТР. Вместе с украинской авиацией там была поднята и российская. И наш пилот во время выполнения боевых заданий находился постоянно под прицелом русских самолетов. Если вы знаете, современные самолеты оборудованы системами, которые извещают, что ты находишься под прицелом или в захвате ракеты противника. Так вот, он постоянно докладывал, что находился под прицелом двух российских самолетов. Служба безопасности Украины задержала четверых мужчин по подозрению в подготовке теракта. Они планировали вооруженное нападение на отдел пограничной службы «Амбросиевка». Согласно показаниям задержанных, задания они получали от руководства так называемой Донецкой Народной Республики. Также в их планы входило похищение полковника пограничной службы. У задержанных изъяли оружие, патроны и взрывчатку. По факту подготовки теракта начато уголовное производство. Должны были под видом сотрудников СБУ с корочками и с пистолетами зайти в кабинет главы администрации и забрать полковника. Боевиков, действующих на востоке Украины, финансирует Виктор Янукович, утверждает советник главы МВД нашей страны Антон Герасченко. По его словам, наемникам из России Янукович и его окружение платят по 2-3 тысячи долларов. Изменить ситуацию можно только непримиримой борьбой с террористами, когда они будут понимать, что заработать шансов нет, зато можно быть убитым или сесть в тюрьму. Тогда они перестанут пребывать в Украину, подчеркнул советник главы МВД. Тем временем беглый президент до сих пор находится в России, как заявили в МИД Федерации, на законных основаниях. Москва обеспечивает Януковичу личную безопасность, о которой он попросил после побега из Украины. Напомню, пребывание на территории России более трех месяцев запрещено гражданам Украины законами Федерации. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки не нашел доказательств нарушения прав человека на востоке Украины со стороны сил антитеррористической операции. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Газдепа Мэри Харф. Так она ответила на вопрос о реакции Соединенных Штатов на возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела против украинских военнослужащих. Когда страна пытается защитить свой народ от сеющих хаос вооруженных сепаратистов, взывать к морали неприемлемо, подчеркнула Харф. Сто дней работы правительства. Премьер-министр Арсений Яценюк сегодня в парламенте отчитался о работе Кабмина. Основной месседж Украина избежала дефолта. В частности, благодаря помощи западных партнеров МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Соединенных Штатов Америки, Канады и Европейского Союза. Но, несмотря на это, экономическое состояние нашей страны еще далеко от выздоровления. Свой первый юбилей правительство Камикадзе отпраздновало в парламенте. Без тортови шампанского, а с отчетом о работе и с планами на будущее. С красным словцом выступил премьер-министр. Мы выстояли. Так Арсений Яценюк охарактеризовал 100 дней работы Кабмина. За это время, говорит, страна показала свое единство. Если мы вместе, это единственный залог нашей победы. Именно поэтому мы побеждаем и мы победим. Украина избавится от террористов, и мы освободим Донецк и Луганск от тех, кто посягает на их будущее. Бандитизм и терроризм, которые спонсируются Россией, будет уничтожен. Бандитизм и терроризм, который спонсируется Россией, будет уничтожен. И от политики к экономике. О позитивах работы Яценюк говорит с гордостью. Вернули предприятиям 11 миллиардов гривен НДС. Подписали политическую часть соглашения с ЕС. И Европа открыла рынки для украинских товаров. А там можно заработать около полумиллиарда евро. Доходы таможни, несмотря на падение импорта в пять раз, выросли в долларовом эквиваленте на 13%. Бюджет пополнился и благодаря акцизам на нефтепродукты. Мы дополнительно получили в госбюджет приблизительно 2 миллиарда гривен. В отличие от прошлого года, где через кампанию Курченко и через схему отмывания средств в госбюджет не поступило ни одной копейки. Но и о проблемах премьер не забыл. Минус 5% ВВП. Такой прогноз развития экономики в этом году. В краткосрочной перспективе украинцев ждут непопулярные реформы. Правительство также продолжит борьбу с коррупцией и просит депутатов как можно скорее принять конституционные изменения в части расширения полномочий местных властей. А вот на упреки регионалов о высоком курсе гривны Яценюк ответил, не подбирая слов. Я вам дам рецепт, как вернуть курс с 12 на 8. Найдите своего бывшего лидера Януковича. Пусть возвратит украденных 15 миллиардов долларов из золотовалютных резервов и сразу станет 8. Депутаты работу правительства оценили в среднем на твердую 3 с плюсом. Плюсы все-таки успешные переговоры с внешними кредиторами, с МВФ. То есть Украина получила ресурсы, в результате чего в первую очередь стабилизировался курс гривны. Высказывание премьер-министра о том, что правительство одолело коррупцию в высших эшелонах власти, а коррупционеры остались только в низах, может претендовать на лучшую шутку 100 дней правительства и новой власти в целом. Это страшно нас потешило. Праздник сегодня не только у членов правительства. Свои 100 дней отмечает и парламентская коалиция. Здесь критики еще больше. Мы очень часто имеем существенные проблемы при голосовании за те или иные законопроекты. Есть неорганизованность при голосовании. Поэтому очень много нужных для страны решений не набирают необходимого количества голосов. Коалиции уже не было фактически через три недели после ее создания. Она существует на бумаге, кстати, которую мы не видели. Потому что даже подписи депутатов не опубликованы. Изменить ситуацию в парламенте поможет его полное обновление. Депутаты говорят, выборов не боятся. Главное, что потом новая Верховная Рада, Кадмин и президент вместе работали как часы. Слаженно, точно и бесперебойно. На благо всей страны. Анна Каменева, Оксана Абрушко, Влад Плешукова, Александр Котельников, Тарас Чкан, БТБ. Международный валютный фонд готов к широкому диалогу с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил в Вашингтоне глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. Он также добавил, что МВФ намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы «Стендбай» в объеме 17 миллиардов долларов. В начале мая Украина уже получила первый транш более трех миллиардов. С 1 января 2015-го все желающие украинцы смогут получить биометрические загранпаспорта. Изготавливать их начнут уже в декабре этого года. Как и где, расскажут наши журналисты. Уже через полгода украинцы смогут получить биометрический загранпаспорт. Полный цикл производства будет здесь, на полиграф-комбинате «Украина». Тут уверяют, паспорт будет настолько защищен, что подделать его невозможно. Наивысшая степень защиты – персонифицированный водяной знак, вшитый в обложку чип, ряд голограмм и рельефные надписи. Особенная даже краска. Она меняет цвет в зависимости от угла наклона паспорта. Кроме этого, есть защитные волокна, которые светятся не просто одним цветом, а тремя. Кроме этого, защитные нити, которыми сшивается непосредственно паспорт. Мы взяли самые современные. При ультрафиолете они светятся красным. Современная линия производства на полиграф-комбинате позволяет изготавливать до 16 тысяч загранпаспортов в сутки. Технологи прогнозируют, биометрических документов будут печатать не меньше. Приступят к их производству в декабре этого года, чтобы с 1 января 2015-го украинцы могли получить уже новые загранпаспорта. Именно здесь изготавливают поликарбонатные страницы для загранпаспортов, которыми украинцы пользуются сейчас. В скором будущем цех перейдет на биометрику. Условия работы здесь почти что стерильные. Пускают только в халатах и бахилах. Готовые бумажные и поликарбонатные страницы для обычных заграндокументов поступают на паспортную линию, где их прошивают и формируют саму книжицу. Обязательной является проверка качества изготовленного документа. Контроль производят и люди, и техника. Именно так тестировать будут и биометрические загранки. Проверяется, чтобы нумерация была действительной, чтобы не было никаких механических включений, чтобы не было расстранировки визуального качества рельефа. То есть все точки контроля, которые есть, мы будем делать. Новый биометрический загранпаспорт значительно упростит жизнь украинцев. Ведь после внедрения безвизового режима с ЕС для посещения стран Шенгенской зоны их владельцам визы не понадобятся. Это дополнительная серьезная защита от каких-то неидентифицированных личностей, мошенников. Они теперь не смогут ничего сделать с вашим паспортом. Это очень важно в плане либерализации. И человек, имеющий биометрический паспорт, сможет ездить за границу без получения виз. Биометрический загранпаспорт, несомненно, дает куда больше возможностей своему владельцу. При этом он еще и обойдется значительно дешевле, чем обычный. Всего в 200 гривен. Юлия Боднарь, Сиран Мудинов, БТБ. Единая Украина. В столице высадили одновременно пять патриотических клубов в поддержку единства страны. Сажала цветы Екатерина Доброгорская. В самом центре столицы, на Европейской площади, высадили цветущую клумбу из более чем пяти тысяч саженцев, чернобрывцев и агератумов. Композицию размером 70 квадратных метров высаживали и чиновники, и журналисты, и звезды украинского шоу-бизнеса. Мы приглашаем всех желающих сегодня поучаствовать, и депутатов новобранных, и присоединились сегодня звезды шоу-бизнеса. Здесь 5200 цветов высажено только на этой клумбе. Более 44 тысяч цветов мы высадили только на вот такие патриотические текломбы в городе Киеве. Звезды делятся. Наша родина должна быть цветущей, чтобы все вокруг видели. Украина – счастливая европейская страна. Некоторые даже отказались надевать рукавички. Говорят, возиться в родной земле всегда приятно голыми руками. Это же наша земля. Это родная земля, и она сама по себе чистая. Просто имеет темный цвет. Я отказался от перчаток, я не боюсь земли. Я вырос в нормальном украинском областном центре. И у моих родителей был маленький огородик. И я сажал картошку, а не цветы. Организаторы рассказывают цель акции – показать всему миру, что украинцы, независимо от языка, политических взглядов и религиозных верований, одна нация. Кроме клумбы, на Европейской площади по Киеву высадили еще четыре патриотических цветника в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском районах. Если каждый украинец высадит хотя бы по одному цветку, это, конечно, не уладит все политические проблемы, но обязательно сделает нашу страну еще красивее. Екатерина Доброгорская, Владимир Настырчук, БТБ. Спасибо, что этот день вы провели с нами. Про главные темы субботы, 7 июня, расскажем вам прямо сейчас. Я же с вами прощаюсь. Спокойной ночи. До встречи. Инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко. Торжественная присяга народу Украины. Акции украинских женщин, они требуют немедленно организовать тыловое обеспечение и снарядить войска необходимыми средствами защиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова